господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 359 события дня эпиграф евангелие от яна 5 глава 44 стих как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу а славы которые от единого бога не ищете вот мне напоминает это сосуд полный чем-то славу друг от друга и как вы можете веровать для веры то нет лить то некуда заправлять то нечем заправились славой то есть угождение друг другу чтобы хорошо относились продвигали по службе батюшка благослови на каждом шагу батюшка поцеловал никто никого не спасает не помогает а поступая вот так говорит вникай в себя и учение занимайся постоянно так поступает себя спасешь ты спасешь и слушающего тебя ты спасешь ты спаситель для него я знаю который смотрит они спаситель один а господь ты посылал спасители израилю через кого-то услышал это наставник учитель отец и спаситель с маленькой буквы конечно временно ну и дальше говорится что это за 5 декабря 16 года вот еще два пособляющих места из библии который подтверждает первое посчитайте мне отвечает сейчас сижу и думаю а кто же это писал мне почему тут не указано сейчас много таких направлений которые себя называют именно христианами они против того что есть баптисты пятидесятники то есть название тому подобное для них важно быть именно христианами и тоже думаю для их важно быть христианами но если все вы христиане почему диаметрально противоположно это то есть все это еретики скопище еретиков и когда начинают спрашивать какое не динаминация или конфессии или церкви они недоумевают и к братам и христиане то есть наконец новое поколение выросло а почему вы до этого не говорили баптисты говорили мы евангельских христиане баптисты 50-ки христиане евангельская вера на евангельские везде было здесь ничего нету почему до этого раньше не додумались потому что тьма их тьма им конца нету как легион и все христиане падают ворощаются на полу там крещат ну посмотрите что у ледяева делается бени хини там этот приезжает у сандея и но все по-разному вот максимов максим благосостояние что должны быть все богатые евангелие там не вы не их нельзя журавлев там все только христиане у журавлев еще название какое-то есть это не то что скрывает они это именно так и говорят и верят сказано им вот я впереди говорил как один священнослужитель московской патриархии говорит семинарии академии дали мне очень много я научился так врать что сам верю в того что говорю и вот они научились так врать что сами уже в это верят а мы христиане ян затаус говорит для многих слова христиане есть пустой звук вводящий других в заблуждение 4 5 век вводящие других в заблуждение маньякин алексей игнатий тихонович а что нужно сказать еретики никаких церквей нету церковь одна и церковь имеет основание в апостольском периоде периоде времени от христа не имеющие истинного рукоположения связь прерывается ничего нету маньякин алексей игнатий тихонович мир вам прошу помочь с одним важным для меня вопросом если есть под рукой у вас ссылки на тему рождения свыше из ваших книг или видео где вы разбираете этот вопрос прошу поделиться со мной интересует все по этой теме как родиться свыше возможно ли это самому или только бог выбирает себе достойных что нужно для рождения свыше и прочее спаси вас христос надеюсь на помощь я ему отвечаю заходите по скайпу и тут все будет разъяснено на иной вид информации у меня нет времени то есть писать печатать я говорил на это много и рассказываю где это где вот пожалуйста сейчас вот я покажу наши ресурсы один здесь у нас не насвечивается но видно будет во свете библии это наш православный библейский сайт и вот здесь вот вот найдите там а библии то есть найдите тема такую где видно что там обязательно должно быть об этом говорю на церковь ну вот пожалуйста церковь что тут на букву р есть разное рождение вот она где нашли это сорок третий пункт вот я его нажал смотри сколько вопросов в каком томе моих книгах это один из вопросов вы постоянно говорите необходимости рождения свыше и что в православии этой теме не посвящена несчастно за все годы я уже не раз слышала при том и до конца не пойму что мне это может дать если я уже давно хожу в церковь и посещаюсь и на исподи бывает часто и духовный отец у меня очень строгий духовник каких не каждый может сегодня найти это записки которые мне подавали когда я в университетах вел занятия это номер 1507 6 том открытым оком я сразу нашел так это все вот эти вопросы я ткнул вот пошел ответ ответ надо то что-то прочитал них это шаги пожалуйста сюда если можно давай считай вслух ты можешь если надо стул спасать читай коротком признание себя погибшим грешникам уверовать во христа принять его своим спасителем что он умер именно за тебя и жизнь святом духе после крещения и если принять и после принятия крещения и святых таинств церкви христовой есть такая книга петра иванова тайна святых которым мало кто читал но многие ее ругают а мне надала радость если вам это будет полезно то вот выдержки из нее очень там теперь выдержки ну первое я поясняю ну что но люди эти спрашивали петра деяние апостола 2 глава 38 стих что мне делать чтобы спастись спастись они рождены свыше не может спастись он мертвый что делать он горит покайтесь запятая покайтесь и докреститься каждый из вас своими иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа вот три ступени а как покаяться покаяться не просто господи прости ты должен осознать что ты погиб не выпящий что я был добрый я помогал я жертвовал ты мертвый человеку надо на родиться свыше он мертвый постарайся ты никуда там не отходить далеко чтобы помочь не просто погибший а погибший окончательно тщательно безвозвратно и не не никогда тебе оттуда не выйти но я же говорю господи помилуй я читаю молитву прищищаюсь вот она говорит это все хорошо но до мертвого это немало не поможет ты первый шаг пройди но я же говорю господи прости ты должна понять свойство боже что бог никому ничего не прощает за так вот это моя наработка такая фраза у меня а как возьмите за грех смерть ты грешила до смерть а ты не умерла ты должна умереть за грех душа ну а как не как смерть дальше ничего не говорится водами все умирают ну по нашему что особенного сделал адам дерево сам его бог насадил не убрал дети мало и адам такой ничего не знает протянул руку какой плод что мы не знаем дерево познания добра и зла дальше то что было на сегодня подсчитано умерло не адам сева и умерли и потомки его умерли и умерла не два три человека 100 миллиардов миллиардов слава иисусу христу мы успеваем перезвониться говорю сестра старшая в общине звонят татьяна кузьминишина капустина 5 секунд не включается еще и мы успеваем это время узнать друг про друга эти какая фраза 100 миллиардов вторая мировая война унесла 50 миллионов жизни и все говорят 50 миллионов ну и давайте увеличим в два раза 100 миллионов так это мировая война гитлер сталин там 86 стран участвует мировой войне я к примеру говорю там цифру меняет все время и с как это а это миллиард миллиард так это не миллиард 100 миллиардов и за что понимаете что значит бог ну а сейчас еще будут жить уже вот восемь миллиардов будет все умрут и все за то что водами все умирают и мы это даже понять бог никому ничего не прощает дохота что чудовище какой-то начинает богохульничать ты как угодно рассуждая тебе рассказывать свойства божий докон может он всемогущий на всемогущий да не всемогущий бог говорит не может отречься самого себя дальше он не может сам себя уничтожить бог не может солгать я тебе назову то что библия говорит о боге божье качество не может отречься от своих слов это он скажет и если человек исправился тогда он от меня и говорит постановляя второе библия говорит но грех простить не может возмездие за грех смерть и ты когда это понял безвыходность абсолютная тогда ты должен услышать благую вещь что за нас умер смерть принял христос да как это юридическое по католически вот именно так есть католики правы не надо накручивать здесь как антони храповицкий другие там в саду гефсиманском он и это глупость и ересь самое настоящее католики понимают правильно абсолютно правильно здесь юридическое основание должен несовместимая пропасть и должен умереть и тогда сын божий берет эти грехи и за них отвечает и тогда божья справедливость восстановлена божье свойство не нарушено умер безгрешный взявший на себя грех божий план спасения православные вообще этого не знают может до самого патриарха вот это первое покаяние в том что я погиб я у бога огорчал и теперь второго веровать в иисуса христа господа и спасителя что он взял мои грехи мои как говорит иоанн златоуст он умер за весь грех евангелие от я на 129 вот агнец божий берет на себя грех мира ягненок а что с ним он взял грехи вы знаете там козел отпущения был в ветхом завете это прообразы а это реально божественный агнец явился ну а дальше уже покаялся грехи прощаются в крещении крестится для прощения грехов троекратное погружение в воде с произнесением слов во имя отца и сына святого духа это крестится во имя господа иисуса христа веру его не то что эти слова не произносить уже еретики не крестят во имя отца и сына святого духа почему я говорю самое правильное среди всех а отступников баптисты самое правильное они верят в троицу но крестит неправильно опрокидывает это положение во гроб нет рукоположение не церковь но у них учение отце а троицы есть ну и дальше получите дар святого духа а получите или нет а здесь именно это кто не имеет духа христова тот не его да крестился это первая ступенька впереди на треть если этого нет не отвергся себя ничего нету все время будет человек на своем оправдывается не самостоятельный необязательный договорились все изменяет тут же в день ты можешь это изменять если тот с кем договорился скажет я согласен пока он не сказал ничего не можешь изменять это вероломное нападение это гитлеру границы стоит вероломно теперь считай дальше из книги так подожди ты желанием считаешь или нет это ну как вы просите я читаю а сам ты не хотел бы это знать ты же это не считал ну я читал много тут чуть читал то ну ладно считаю так старайся с выражением считать отсюда вот теперь теперь будем говорить собственно рождение свыше это петр иванов говорит а кто желает узнать зарядите в google отец геннадий фаст а рождение свыше больше вам ничего не надо будет и что такое свет даруем и при этом рождении в крещении мы еще не получаем совершенно благодати благодать крещения человек теряет обыкновенно в юности говорится это симеон новый богослов и прибавляет и ты спаситель хорошо зная это даровал нам для второго очищения покаяния запечатлевли его благодатью духа однако дарование благодати при крещении покаяния еще далеко не рождение свыше то есть перерождение из душевных в духовных божественном крещении мы получаем отпущение прегрешений освобождение от прародительской клятвы и освящаемся наитием святого духа но совершенно благодать как она означена словах вселюсь в них и буду ходить в них 2 коринфянам 6 16 не тогда получаем ибо это есть достояние совершенно утвержденных вере и доказавших ее делами симеонов и богослов перерождение душевных в духовных совершается церкви христовой помощью и трудами любви братьев друг другу первоначальная церковь ясно сознавала что именно в этом заключается ее назначение и ее цель об этом очень хорошо сказал святой андрей кессарийский толкуя известный образ апокалипсиса жена имела в чреве и кричала от боли и мук рождения откровение 12 2 церковь жена болеет мучается болезнуя с вами церковь жена болеет ну ты видишь скобки церковь скобка жена чтобы видно было что мы понимаем хотя сами так как же так церковь жена даже скобки как не видишь я просил ну читай внимательно церковь жена болеет мучается болезнуя с вами сказал апостол павел перерождая душевных в духовных и видом и образом преобразуя их подобие христа апостолы духовные братья любят и мучаются помогая достигнуть цели христианской жизни всем братьям в наше время церковь до того немощна любовью братья друг другу что она не в состоянии перерождать душевных в духовных церковь помогает перерождать вот для чего нужно нам общение кто будет иметь общение друг другу ходит во свете кровь иисуса христа ощущает без соблюдения первых двух условий ходить во свете и иметь общение друг другом треть это не совершается дальше она даже забыла что цель христианской жизни в этом и заключается что это свидетельствовал духом святым святой сарафим саровский каким образом происходит перерождение из душевных духовных мы совершенно не можем себе представить некоторое понятие скорее намек мы находим у святых отцов так святитель семья новый богослов в гимн святой гимне третьем ведя речь как бы от лица божия обращенный к нему самому говорит сначала умным только образом через умство умное чувство я удостоил тебя голоса а потом и луча и после этого человеколюбно явился тебе как свет когда я говорю об этом человек уверовал как так ну я уже столько время хожу причащаясь вот что нужно ежедневно через братья и через всех отоговариваются сами оправдываются это мертвый человек духовно мертвый который самооправданием занимается вот высота я начал как ты знаешь чаще являться тебе мало-помалу очищая душу твою покаянием и зажигая находящиеся в тебе вещество страстей это не плотские или вещественные но не вещественные тернии как бы мрачные тучи как бы густую мглу и тьму после того как бы просветился разумеется постом и трудами бдения молитва и великого злострадания я садил тебя удобовместивым и очищенным в огне чтобы пребывать в тебе в нем внимай неопалимым тогда летавший вокруг тебя окружавший тебя свет будучи сам по причине по природе не приступен весь вошел тебя чудным образом изменил тебе прекрасным изменениями говори кавычки закрыты чтобы понятно было кто это говорит кавычки закрыты но верующие имели тогда одно достоинство которое покрывало все их недостатки сердца были по детски открытыми для послушания вот что а здесь говоришь только в ответ именно оправдаться самооправдание на первом месте это отвергнуть себя не совершилось первого шага еще не сделано для христианина еще не рожденного свыше не в том верность в истине что он не грешит он даже не может грешить враг человеку повсюду расставил тончайшие почти невидимые тенета соблазна и думающий что он не грешит обманывает самого себя 1 яна 1 8 насколько понять рождение свыше вселение духа святого цель христианства было ясно в апостольские времена настолько оно не ясно можно было бы сказать вовсе неизвестно в современном церковном обществе совершенно неизвестно совершенно сегодня этого не знают большинству церковном обществе кажется что должно вам родиться свыше обозначает меропомазание христианина при крещении совершаемое точка рожденный свыше имеет этот цвет и может если богу угодно распространять его на других говоря иначе вовлекать людей и всю природу в сферу его действия духоносные души кавычки говори кавычки открываешь дальше кавычки открыты духоносные души озаренные от духа и другим сообщают благодать кавычки закрыты говорит святой Василий Великий о самом Василии Великом так рассказывает святой Ефрем Сирин кавычки открыты я видел его в храме стоящий перед лицом всей своей паствы и все собрание казалось мне сияло божественным светом благодати кавычки закрыты о несомненно однако что в церкви не только будет но и было время когда все члены церкви жили в фаворском свете кавычки открыты церковь некогда была народом совершенным кавычки закрыты восклицает святой Григорий Богослов когда же это могло быть конечно в ее самое первоначальное время до убийства первомученика Стефана и великого гонения на церковь то есть до рассеяния ее по разным местам иудеи и самарии деяния 8.1 в это время можно назвать огненным состоянием церкви оно не изображено ибо как изобразить внутренний свет в душах а таинственно обозначено в деяниях апостольских именно у верующих была одна душа и одно сердце только у совершенных рожденных свыше может быть одно сердце и одна душа и еще великая благодать была на всех их деяния 4 глава 32-33 стихи страшное мертвение постигает церковь когда иерархи забывают о цели христианской жизни иерархи патриархи и следовательно перестает внимать духу святому как свидетельствовал в свое время святой Серафим Саровский говоря Мальтовилову Дух Божий открыл мне что вы в юности вашей усердно желали узнать цель христианской жизни и у многих великих духовных особ о том спрашивали и никто не сказал вам о том кавычки закрыт в современном христианском церковном мире существует величайшее недоразумение величайшее недоразумение а что такое чаще исповедуйся чаще причащайся чаще исповедуйся чаще причащайся то есть мертвые стоят попы и мертвецов размажают распространено мнение что слова Христа если кто не родится свыше не может увидеть царствие Божие не имеет предостерегающего значения для крещеного человека ибо в таинстве крещения и затем миропомазания человек рождается свыше и получает благодать Духа Святого для жизненного руководства но вот что говорит Святой Симеон Новый Богослов в 11 веке сокровенное от начала мира таинство христианство состоит приобретение благодати Божией наибольшая часть крещеных именующихся христианами не знает этого таинства христианства таинство в христианстве многие представляются что благодать Духа Святого полученная при миропомазаний пребывает в нас в скрытом виде мы сами не знаем как она нами руководит всякий живущий обычной христианской жизнью или даже строгой христианской жизнью почитается живущим во Христе но жизни во Христе нет если человек вполне сознательно то есть разумеет через слышание голоса Божия волю Господню не подчинен руководству Духа Святого Слово Христа совершенно ясно Иоанна 3.8 Дух дышит где хочет и голос его слышишь а не знаешь откуда приходит и куда уходит так бывает со всяким рожденным от Духа об этом именно говорит Святой Серафим Матавилову всякое доброе дело не ради Христа делаемое не приносит плода здесь сказано о члене церкви который не знает о необходимости слышать голос Духа Святого голос Духа Святого передает нам личные указания живого Христа заметь голос Духа Святого когда я говорю ой как нападает я избран говорю я стараюсь услышать голос Божий стремлюсь к этому они не пережили как нападает особенно миссионерские отделы это как волчий загон какой совершенно с каменными сердцами и говорится с железобетонными лбами ничего не понимают и само название миссионерский отдел откуда взяли какой лукавый придумал это вот что нужно прочитай заново эти слова здесь сказано о члене церкви который не знает о необходимости слышать голос Духа Святого голос Духа Святого передает нам личные указания живого Христа я всегда говорю живая молитва от живого Бога на живое дело они не знают этого и когда начинаю говорить ну а как это как это а как вы узнали а почему вы решили что вот это местописание к этому человеку не знаю я это не тысячи много больше вариантов из них Бог показывает тебе нужный пойти или не пойти дух влечет появился некий македонянин да видел ты его в видении там во сне где как не знаю тут я сколько не говорю вообще не понимаю даже о чем я говорю дальше так ну да вот здесь смотри главы церкви исполняемые нами они и есть дела ради Христа делаемые да много есть хороших и даже как бы добрых дел но они не могут совершаться самочинно совершаемые самочинно они не имеют плода не ради Христа делаются понятно почему только глава церкви Христос знает место каждого в теле церкви ибо видит сокровенность души только заняв именно ему указанное место член церкви находит самого себя воистину принимает участие в строении Нового Иерусалима и сам возрастает во Христе созерцая историю христианской церкви можно с некоторым страхом спросить всегда ли так происходит в церкви Христовой и если не всегда так тогда что вот этот благодатный огонь вот эти все суррогатности вот это гроб господень там поехать поломнищество мощи все абсолютно это за пределами этих слов это никакого отношения это заменить вот этого нету что говорит Симеонов богослов а теперь вот это все необходимо необходимо они все это знают все смотрят разбирают все мертвое и когда говоришь а вы за кого себя вы даете я вообще не знаю ничего я знаю молитву и на молитве Бог открывает и всегда мы ждем скажи господи что ты скажешь ну покажите где молятся так чтобы поднимали руки а потом говори господи владыка слушай ты да слышит раб твой я все время подчеркиваю это а где нить это есть ну найдите где есть где чтобы вопрошали Бога слышать голос его покажите в интернете сегодня можно узнать еще 20-30 лет назад такой вопрос нельзя было стать а кто всех знает сегодня все это сказано считаем дальше так строится новый Иерусалим в противоположной строящемуся на земле царству земному в построение которого вовлечено многое множество христиан и соработником его становится только послушный святому строителю Господу Христу знающему тайну строения и раскрывающему их в миру сил и способностей через благодать Духа Святого верно ну скажи я спрашиваю ты молишься о том господи помоги мне дарованные таланты раскрыть и умножить и для этого пошли нам добрых помощников наставников советников это мне Бог положил такую молитву составить ежедневно молимся прости что забыли имя твое Бога Егова слово Егова мы все время поминаем нет этого ни в церкви нигде нету это Бог открывает дальше и так задача всякого христианина в том чтобы научиться распознавать о себе волю Божию я постоянно об этом говорю и молюсь и кто молится рядом все знают а почему вы об этом молитесь волю Божией я не знаю я каждый раз выпрашиваю ее в чем она заключается мы видим действительно фрагментарно только один кусочек сегодня и не судить означает вперед вы не выносите решение да договор заключен предминтроп и молотов но дальше ни один не видел что будет какие жертвы четыре с половиной миллиона пленных все скрыто было так и в жизни человеческой так и в церкви патриарх едет служит встречает знает охраняет какое отношение к этому имеет да красиво да интересно дальше но странно предполагать что путь крестов каждого члена церкви может быть раскрыт только опытным старцам ведь редкие счастливцы имеют возможность повидать старца нет все мы одинаково сыны Божий и каждый имеет получить благодать Духа Святого чтобы возрастать возраст Христов и нет формы жизни самой по себе плохой ибо каждая доля на земле не может быть ну как не может быть может быть на земле на земле может быть благословена Богом и к монаху и к купцу и к инженеру и к воину и к горничной и повсюду приходит Дух Святый и говорит как жить при данном положении чтобы стать соработником по построению Нового Иерусалима неверно что послушание даже самому самому святому старцу есть постоянный удел среднего человека у Бога нет средних малым сим человек назван только до времени но вот сказано и последние будут первыми и первые последними высшие низшие места в церкви это только промысел Божий и при несовершенном состоянии церкви есть очень часто испытания для высших послушание имеет значение до рождения свыше послушника об этом именно говорит апостол Павел Галатам 4.19 дети мои для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится в вас Христос то есть до второго рождения рожденный свыше уже сам таинственно для других наставляется духом святым и никто не может уразуметь его жизни почему и сказано побеждающему дам новое имя которого никто не знает кроме того кто научает откровение 2.17 или апостол Иоанн говорит впрочем помазание которое вы получили от него показаны по апостольской терминологии имеющий полноту духа святого рожденный свыше духовный вас пребывает и вы не имеете нужды чтобы кто учил вас но как самое сие помазание разумеется голос духа святого учит вас всему почему оно научило вас в том пребывайте 1.27 и в другом месте впрочем вы имеете помазание от святого и знаете все 1.2 2.20 самое страшное в христианстве что веру самое страшное в христианстве не заедая окончания что верующие постепенно век за веком после апостольского времени теряет память о своем главном назначении самая возможность слышать голос божий представляется нам некой прелестью гордыня прелесть гордыня прелесть гордыня вот это все здесь высказано они ненавидят эту книгу вот это откровение данное это группа епископов как будто писала какая-то духовные люди дальше по наследству от отдаленных предков мы получили свое мертвое отношение к живому христу вспомним с какими мучительными усилиями и как настойчиво постарался святой серафим объяснить неразумевшему ибо нам кажется неудобно постижимым понятие объявления бога между людьми его голос в нас мотовилову хорошему хотя и наивному члену церкви цель христианской жизни наивному и необходимость держать духа святого ты вот это швыркаешь носом это теперь на все время навсегда просто потирай нос не швыркай ты же понимаешь что мы записываем все это и теперь будешь швыркать пока не умрешь да вселение духа святого в члена церкви второе рождение это тайна раскрывшаяся в день пятидесятницы это цель прихода сына божия на землю основа новой твари нового рода на земле еще при жизни своей на земле Христос говорил Лука 12.49 огонь пришел я не звести на землю духа святого и как желал бы чтобы он уже возгорелся господь томился ибо до сошествия святого духа до пятидесятницы люди не были в состоянии начать новую жизнь тот кому необходимо стяжать духа святого еще не живет в новой жизни не новая тварь так таковы мы все члены современной церкви великий святой свидетель верный посланный в церковь свидетельствовать истину напомнил нам о цели христианской жизни но разве мы знаем разве мы не тоскуем от глубокого бессилия и незнания как стяжать духа святого напрасно думать что утратив так глубоко чувство христианской сущности легко оживить его церкви только сектанты могут вообразить себя что стоит лишь отделиться от церкви и превозгласить себя рожденными свыше как получишь ведение и слышание голоса божия и станешь духовным достаточно прислушаться к их тону или слишком восторженному то есть нетрезвому или фантастически упрямому чтобы убедиться в их самообмане нет необходимы великие потрясения всезакрушающие воздействия благодати как говорят духовные и неоднократно повторяющиеся только тогда мертвое станет оживать только тогда господь скажет нам как найти его кавычки закрыты кавычки закрыты понятно это только один вопрос я отвечаю не я отвечаю а показываю как о рождении свыше смотрите сколько как начать гореть для господа том 2 как узнать была ли первая любовь к богу и у нас и у всех ли обратившись к богу она бывает зайдите я сколько раз говорил самое ценное у нас это вопросы и ответы на нашем сайте вот сейчас я назад возвращаюсь чтобы показать где это вот наш библейский православный сайт и вот справа 4124 ответа такие ответы еще раз повторяю нигде в интернете таких ответов нету нету вообще нету а можно по-другому ответить можно можно но только будет уже по-другому вы видите сколько приводится Симеона нового богослова Василия Великого и все подтверждается местами библии и в каждом ответе именно так ну теперь посмотрим что еще у нас тут я отвечаю что заходите по скайпу тут вот я отвечу теперь можно скинуть в каком именно о переходе в православную церковь Надежда Брыжакина мир вам дорогой Игнатий Тихонович меня зовут Надежда три месяца назад я решила и покинула собрание пятидесятников а теперь у меня не менее трудная задача воцерковление то есть приложить усилия войти в церковь да вот только куда я живу недалеко от Дюссельдорфа большой город поехала в бывшую заграничную православную церковь но теперь она стала московской патриархией да и торговля там идет тогда нашла недавно образованная из беженцев копскую церковь но языковый барьер вот хожу туда уже два месяца служение нравится но со священником еще не говорила да поможет мне господь не знаю к кому и как подойти священник это египтяне вокруг одни беженцы и очень много детей у них то были ли уже до этого раньше крещены в православной церкви если не были то никакой эпитимии нет эпитимия только для верных впавших в грех нужно вам тогда принять с истинной веры истинное крещение с полным троекратным погружением и стать членом святой православной церкви а на торговлю не смотрите найдите себе уголок и там молитесь ничего не покупайте за крещение ни в коем случае не платите ни рубля евро прищищайтесь примерно 4 раза в году во время постов посты соблюдайте платите десятину обязательно советую то что и сам делаю смотрите наши ролики как у нас прищищаются вот прищищение святых и животворящих тайн христовых называется я там последний иду среди мужчин вот так нажать и держать и потом ткните на это и сразу на него выйдете как прищищаются не нужно идти никому будьте православны сколько раз сможете посетить храм сами смотрите на эту возможность вот мой ответ Михаил здравствуйте Игнатий Тимофеевич почему Тимофеевич не знаю примите пожалуйста мои глубокую благодарность за вашу работу терпение усилия восстановления русской деревни этот пример просто необходимо брать на вооружение всем деревням и селам с удовольствием продолжаю смотреть ваши видео скопились некоторые вопросы на которые очень хочется получить ответы Игнатий Тимофеевич то есть я Тихонович не Тимофеевич Тихон Тихон если не трудно ответьте пожалуйста что первое кто-нибудь из беженцев приехал в потеряевку или нет имеется ввиду с Украины если приехали то как обустроились и их впечатления крестились ли в реке и тому подобное а видео в котором вы рассказываете и показываете жизнь в деревне потеряевки а также говорите о возможности приезда в деревню беженцев из Украины не только беженцев это для всех что пять качеств даже первое что не лги докажи что не лжешь не пьешь не куришь не материшься не воруешь и есть средства для того чтобы построиться тебе никто не будет строиться питаться все ты должен сам получить землю это первое но Никита вот приехал вот он Никита с Украины он не беженец его ничто туда не гнало он нигде не воевал на Майданы ты ходил на Майданы нет? ну один раз был тогда оранжевая революция когда была маленько тоже запятнал себя вот а теперь приехал и теперь так уже случилось что он среди нас оказался сильно просился натрыжный такой натрыжный это настойчивый приехал тут с ним вопросы разные были но в этом году уже у него свой домик получилось так что пришлось приобрести и подарить ему но это возможности больше нет построенных домов еще как он поправится с этим домом один все может кончиться ничем бросит все и убежит второе о строительстве дороги в деревню смотрел видео в котором в 2015 году разравнивали трактором песок какая сейчас там дорога ну гравиум засыпали там еще больше нельзя делать как часто и в каком транспорте местные жители ездят по закупок покупками в ближайший магазин рынок ну обычно корчено бывает но правило в город они молочные продукции везут каждый вторник и закупают что надо 150 километров а тут аспальтная дорога 16 километров проселочная ну земляная большое спасибо за вашу доброту и работу надеюсь получить ваш ответ в ближайшее время я уже посещаю эти сайты по мере возможностей и наличии свободного времени но все же хотелось бы услышать ответы на указанные ранее вопросы ну вот как я мог так ответил что тут отвечать так это все у нас выставляется значит самое главное я считаю что у нас есть это вопросы и ответы которые я показал а это вот в моем мире что я выставляю в ютуб потом переношу сюда легко переносится что сегодня перенесли события дня дальше вот второе роль монастырей в прошлом и нынешнем третье батюшка вот уже три ролика уже сегодня на мой мир перенесли вот видите как я стою в шапке там есть с голубем это там писать не надо а здесь пишите пишите тут указано вот к истине 2 mail.ru вот вверху это мой адрес почтовый вот он где выход ну и дальше теперь показать 2 4 дальше у нас идет во свете библии форум православный вот сегодня кто-то зашел вот стоят раз два три четыре четыре это меня уже настораживает я уже напрягаюсь почему владимир уралов один в четырех сразу зайти как правило этот называется там флудер или что там вот я боюсь этого еще не знаю не считал посмотрю что а нет значит придется с ним расстаться сразу же запечатаю и все то есть он такой человек заходит и начинает пакостить какую-то гадость говорят сегодня недели не было матерков а сегодня зашел один и материт материт там где причащаемся то есть ну в другие ролики вообще ничего нет об евреях я сказал не так об евреях я сказал что это народ божий и надо благословлять а не проклинать там меня костерят вот как хотят как хотят только дальше вот это у нас видеоканал вот сегодня я утром встаю пораньше ложусь пораньше вот сколько прошло время два часа назад сорок восемь просмотров яна златоуста поменьше собрание сорок шесть и события дня пятьдесят шесть вот видите на первое место вышел события дня вначале мало считали а сейчас считают больше но тут есть такое вот главное если вот сюда нажать главное вот я сейчас покажу вот пониже маленько главное вот я нажал она сейчас перезагружает и по другому а что по другому а вот сокровище жития святых на каждый день это мной когда-то было начитан и добрый человек их выставляет тут более трехсот пятидесяти роликов стоит по житиям святым которые аудио начитаны аудио но повторяю и поэтому если вы зайдете сюда через главное то видно будет другое ну и православный библейский сайт самые ценные вопросы и ответы а рождение свыше так и называется рождение это номер рождение сорок третий русская церковь русский язык священство семья заходи и смотри больше дать ничего не могу я выдал все ну а конкретно по вчерашний день конкретно местное событие я сижу дома у меня работа очень простая накормить воробьев голубей кошек собак на улице то что я могу сделать ну выхожу другой раз и на улицу чуть-чуть посмотреть все ли там в порядке вот вчера заезжали в гости на один племянник тут женился недавно приехал с молодой женой уехала тут была катерина ну еще больше ничего нет раз сижу на месте считаю смотрю разные ролики документальные меня интересуют и животные много смотрю про войну как это что было зарождалось ну просто люблю документальные фильмы и каждый раз нахожу для себя что-то новое я Робинзона Круза вчера нашел ролик новый поставленный что этот герой выдуманный но он на документальной основе был человек которого капитан высадил за его противление а потом поехали и утонули он им говорил корабль это червями деревянный и о нем и как его проходила жизнь и как Даниил Дефок я его видел и где он разговаривал с ним вот это интересно было я эти ролики иногда копирую чтобы потом можно было посмотреть ну вот и все у меня и и и